Балагое может стать городом трудовой доблести. Депутаты законодательного собрания Тверской области на очередном заседании приняли постановление об обращении к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с ходатайством о присвоении городу этого почетного звания. Подробнее о заседании и некоторых принятых законах в нашем сюжете. Город трудовой доблести, почетное звание Российской Федерации, установленное федеральным законом от 1 марта 2020 года. Закон, инициированный президентом России Владимиром Путиным, был принят в преддверии празднования 75-летия Великой Победы. Отметим, что в годы Великой Отечественной войны Балагое оккупирован не был, но как важный железнодорожный узел, через который бесперебойно шли воинские эшелоны с войсками и техникой на Калининские, Волховские, Ленинградские и Белорусские фронты, в 1941-1944 годах регулярно подвергался ожесточенным бомбардировкам. Это федеральное звание для тех городов, которые не участвовали в Великой Отечественной войне с точки зрения боевых действий, но сыграли очень важную роль как подспорье фронту, как базовые точки тыла советского, и такая станция, как Балагое, это, конечно, классический пример трудового героизма. Поэтому депутаты единогласно поддержали это обращение. Также на заседании были внесены изменения в бюджет Тверской области. Проект депутаты одобрили в двух чтениях. В 2021 году доходную часть областного бюджета предложено увеличить более чем на 2 миллиарда рублей, расходную часть на 4 миллиарда. Согласно закону, наибольший объем дополнительных расходов предусмотрен на отрасли строительства и здравоохранения. Кроме того, на софинансирование строительства пяти муниципальных объектов дошкольного образования будет выделено 150,5 миллионов рублей. В том числе 90 миллионов и 600 тысяч за счет средств федерального бюджета. В частности, три детские сада в Твери должны быть введены в эксплуатацию в сентябре детский сад в Торопце. Это стройки еще прошлого года. Очень важно, что выделены средства на завершение реконструкции Дома культуры «Шахтер». Нелидова депутаты поддержали, безусловно. И то, что касается строительства нового, большого, современного мультимедийного центра в городе Твери. Кроме того, на разработку проектно-сметной документации, связанной с ликвидацией свалки на 13-м километре Бежевского шоссе, будет выделено 14 миллионов. Более одного миллиарда будет выделено на строительство детской областной клинической больницы. Также почти 175 миллионов направят на строительство спортивных объектов. Кроме того, на заседании областного парламента принято постановление о регистрации инициативной группы граждан по реализации права законодательной инициативы в областном парламенте. Эта инициативная группа была образована 24 декабря 2020 года и планирует внесение объемных изменений в федеральный закон об охране атмосферного воздуха, что и предполагается сделать законодательной инициативой. По мнению разработчиков, существующие санитарные нормы регулируют только предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. При этом полностью обходя стороной понятие запаха выбросов в атмосферу. Однако нередко именно запах от выбросов вызывает дискомфорт и может приводить к раздражению дыхательных путей и другим проблемам со здоровьем. По мнению инициаторов законопроекта, решением данной проблемы может быть регламентация и нормирование запаха как правового института окружающей среды.